Привет, мои хорошие! Сегодня мне с утра позвонила мамочка и сказала, что мы с ней сегодня идем платить кварплату, поэтому я увижу мамулю. Я очень этому рада. Голос был сегодня бодрый, просто вот на редкость бодрый, но раз позвонишь, прям таким, она вот слабым голоском говорит. Видимо, рука очень сильно болит. Не знаю. Ну, в общем, короче, мы идем платить кварплату. Я счастлива и я очень-очень этому рада. Ну, вот я вернулась домой, сходили мы с мамой, заплатили за кварплату, заплатили за электричество, заплатили за воду, в общем, за все заплатили. Ну, без происшествия, конечно, не обошлось. В общем-то, как у меня сердце переживало, так оно и подсказало мне. В Сбербанк пришли, стоим к кассиру, кассир смотрит наши квитанции и говорит, с вас 15 тысяч. Мама смотрит, не поймет, говорит, что-что? Она говорит, с вас 15 тысяч. Я говорю, а почему так дорого-то? Вроде как, ну, было дешево, намного дешево было. Ну, что у них, однокомнатные квартиры, живут два пожилых человека. Она ей говорит, ну, вот, посмотрите ваши квитанции. Я посмотрела квитанции, и мама за кварплату вместо 1300 написала 13 тысяч. Ой, говорю, девушка, а что же нам теперь делать? Она говорит, ну, сейчас я отменю операцию, не горюйте, ну, что сделаешь, люди пожилые. Вот, отменила операцию и говорит, смотрит квитанции, говорит, сколько будем платить? Ой, а я же не знаю, сколько мама платит. Она же все время сама ходила, платила. Я говорю, а вы не можете посмотреть, сколько там у нее долг? Она посмотрела и говорит, ой, там не долг, там переплата 354 рубля. Я говорю, мам, ну, сколько будем платить? Она говорит, ну, давай 1300. Я говорю, мам, ну, 1300 это много, давай там. И девушка говорит, а давайте вы заплатите 300, и у вас будет 650 переплата всего лишь. Мама говорит, да, да, Люба, а что я не так сделала? Я говорю, мам, ты лишний нолик написала? Она говорит, ой, а то я с собой столько денег не взяла. Вот, ну, в общем, слава богу, девушка нам помогла. Я, честно скажу, я очень-очень ей благодарна. Вот, потому что, ну, у меня квитанции вот такие, а у мамы они совсем другие квитанции. Так получилось, мы вроде живем в одном районе. Вот, а у нас называется северная, а у них называется южная. Вот, и квитанции немножечко другого вида, и поэтому я никак не могла сориентироваться. Мы, в общем, вышли из Сбербанка, пошли все с ней оплатили, зашли в магазин. Она говорит, Люба, аж воду не опустили, давай воду опустим. Ну, мы всю сумку перерыли, не нашли мы квитанции на воду. Ну, в общем, короче, нужно было подниматься, конечно, наверх и самой все готовить, самой все документы подготавливать. Ну, в общем, короче, ладно, купили все продукты, пришли домой. Мама нашла эту квитанцию и пошли с ней опускать еще и воду. Вот, так что мы с ней сегодня целый день гуляли, наслаждались общением друг с другом. Потом я ее проводила до квартиры, и все. И она пошла домой отдыхать. Я думаю, что она сейчас уже отдыхает. В общем, конечно, глаз да глаз за стариками нужен. Вот, просто глаз да глаз. Милая моя, дорогая, любимая мамочка. Такая хорошая, такая вот маленькая, такая вот лапочка добренькая моя. Прям ненаглядная, самая любимая на всем белом свете. Вот, а сейчас я пришла домой, а перед этим я зашла на рынок и купила я рульку. Надеюсь, что это все-таки рулька. Сейчас я ее покажу. Если вдруг это опять голяшка, пусть Маришка меня поправит. Мариш, зашла я на рынок и говорю, мне нужна не голяшка, мне нужна рулька. Вот, да-да-да, мы понимаем, о чем идет речь. Мы же все-таки мясом торгуем. Я говорю, да-да-да, что-то вы в прошлый раз не очень меня поняли. Я же вам, говорю, тоже сказала, рулька мне нужна, а не голяшка. Так, вот, девчонки, смотрите. Марин, ты смотри, вот что это? Это рулька или это голяшка? Марина, разглядывай, ой, извиняюсь, разглядывай внимательно. Вот, смотри, вроде колена нет. Но оно есть, но оно где-то вот внизу. Вот, не знаю, мясная, не мясная, какие там кости внутри должны быть, господи, мы что-то в Москве ничего не знаем. Вот, Марина, вот обязательно вот на эту кожу скажет, вот тебе эту кожу не отрезали. Марина, это рулька или это голяшка? А? Ну, в общем, ее сейчас будем и готовить. Она такая беленькая, такая гладенькая. Ой, мне так нравится, прям не могу. Прям... А то наступают выходные, знаете, вот сегодня, у нас сегодня четверг, видео вы увидите в пятницу. Вот, и мне не хочется совсем в выходные заниматься хозяйством и готовить. Хочется только разогревать и вышивать, потому что, вы знаете, оказывается, Ютуб отнимает столько времени, что я вышиваю только поздно-поздно ночью. И то тогда, когда не снимаю рубрику «Тихо сам с собою». Потому что эту рубрику надо снимать тогда, когда не войдет муж и не скажет, «Любаня, давай попьем чайку, давай что-нибудь съедим, давай что-нибудь слопаем». Вот, и сразу он как-то так вот меня выбивает из колеи. Поэтому я хочу сейчас все приготовить, а на выходных повышивать. Ну, сегодня у меня день, видите, такой спокойный. Я, конечно, самое главное сделала. Я мамочку повидала свою любимую ненаглядную. Все мы с ней заплатили, все сделали. Вот, девчонки, расскажите мне, пожалуйста. Вот, смотрите, мне 58 лет будет в апреле. Вот, 58. Ой, у вас мамы такие же, как у меня? Или нет? Вот, встречаемся мы с ней. И когда расстаемся, она начинает мне денежную купюру совать в карман. Ну, мне уже 58 лет будет в апреле. Я понимаю, что я для нее всегда дочка. Ну, вы-то меня тоже поймите, мне же неудобно. Ну, я понимаю, что у мамы там есть, там какие-то накопления, хотя меня это в жизни никогда не интересовало. Ну, им же деньги нужнее. Ну, знаете, вот как мне стыдно. Вы не представляете, когда она еще была вот так вот более-менее помоложе, это было всегда, даже когда она была помоложе. Потому что, когда она была помоложе, это вообще была отдельная песня. Я приезжаю. Ну, я извиняюсь, что я в таком ракурсе. Ну, вот, вроде как хочется, чтобы вы меня видели, не только одну голяшку видели. Я приезжаю к ней, мы общаемся, разговариваем. Все нормально, все в порядке. Собираюсь, залезаю к себе в карман, в куртку, а там лежит денежка. Я ее аккуратно вытаскиваю, кладу в прихожей на зеркало, ну, там, под расческу, еще подо что-то. И потихоньку выхожу. Выхожу, мама закрывает дверь, провожает меня до лифта. Вроде все в порядке, все нормально. Я спускаюсь на лифте. Радостная такая, что мама обманула, положила деньги. Слава Богу, не взяла. В этот раз, слава Богу, не взяла. Что вы думаете? Я выхожу, мама живет на 11 этаже. Я выхожу. И слышу сверху мне кричат, Люба, Люба. Я вот так голову поднимаю наверх. И мне буквально к ногам падает сверток, в котором там либо сахар, либо соль. И плюс завернутые вот эти вот купюры, которые она клала мне в карман. Нет, ну как вы думаете? Не, я пыталась. Я поднималась на 11 этаж, звонила в дверь, никто мне дверь не открывал. Ну, это один раз было. Потом второй раз. Я опять смогла выложить деньги, которые она мне... Так ни за что, вот просто так. Вы понимаете, ни за что. Я понимаю, я себе что-то купила. Ну, что я не могу своей матери что-нибудь купить? Ну, я же тоже хочу за ними ухаживать. Ой, и вот однажды вот так вот выходим. Она меня провожает. Вытаскивает из кармана эти деньги. Что вы думаете, знаете, что она делает? Она вот так вот бросает в лестничный пролет. Ну, там 6-й, 5-й этаж, я не знаю, с 11-го этажа. Ну, что я допущу, что я сяду в лифт, а деньги будут там валяться? Деньги, которые зарабатывала тяжело моя мама. Конечно, я не могу этого допустить. Ну, я же уважаю свою мать и люблю. Ну, и что? И пришлось мне бегом бежать до 6-го этажа. Поднимать эту бумажку с закрученными купюрами. Не, ну, честно говоря, сколько я себя помню, у нас всегда вот как-то было, знаете, в семье. Я не знаю, может, в других семьях по-другому было. Но у нас почему-то все старались, даже не то, что старались, а так было заведено. Мы заботились в первую очередь о своих стариках. Вот мама заботилась о своей маме. Вот мы тогда дачу только что получили. Вот что у нас вырастало первое? Я уже даже к этому привыкла. Я уже знала, что это так и должно быть. В других семьях было по-другому. Вот выросла первая ягодка в клубнике. Обычно детям всегда сует. Ой, это детям, это детям, это детям. У нас было не так. У нас первая ягода всегда шла старшему в семье, бабушке. Первый кабачок, первые огурчики всегда в бабушке. И я к этому была приучена с детства. Вот просто вот с детства всегда так и шло. Первое, все самое вкусненькое бабушке, старшему человеку в семье. И вы знаете, наверное, это правильно, потому что мамы своим детям купят. Дети получат свои витамины. А это был, наверное, эффект воспитания. Чтобы я заботилась не только уже о появившейся Алле тогда, а не забывала заботиться о бабушке, о своей бабушке, об Александре Дмитриевне, о маминой маме. Вы знаете, наверное, это честно. Я даже вот притчу где-то читала, не скажу где. Вот такая притча была. Женщине задают вопрос. Вот голодный год, и вам досталось, например, кусок хлеба. Кому вы отдадите? А у вас семья, три человека. Ребенок, муж и вы. Кому? Она ей говорит. Ну, конечно, я отдам ребенку в первую очередь. А во вторую очередь кому? А во вторую очередь, конечно же, я отдам мужу. А себе? Ну, а себе я сама как-нибудь обойдусь. А ей мудрец и говорит. Все неправильно. Вот этот кусок хлеба ты должна съесть сама. Потому что, чтобы заботиться о ребенке и о своем муже, у тебя должны быть силы. Кто еще поднимет твою семью, если не ты? Представляете? Может быть, мама знала эту притчу, поэтому она меня так воспитывала. Я не знаю. Ну, вот у нас в семье было так. Все первое, все самое лучшее. Ну, наверное, поэтому мама и квартиру отдала свою бабушке, тетей Валей. То есть старики должны жить в лучших условиях, чем вот она сама. Мама привыкла всем жертвовать. Может быть, так и должно быть, что все ради стариков в первую очередь. Не знаю. Понимаете, не знаю. Так, ладно. Галяшку я почистила. Сейчас я ее помою. И мы ее положим с вами вариться. Для этого мне пришлось харчом мужа перевезти в другую кастрюлю. У меня есть еще одна большая кастрюля. Мне не хочется просто наверх ее доставать. Она огромная такая, желтая кастрюля. Не хочу. Вот, мы ее помыли. Но она чистая. Она такая приятная. Она такая чистая. Прям вот замечательная. Так что наготовим сейчас. А потом будем отдыхать. Отдыхать и вышивать. Ну, и как обычно, с дочерью созванивались сегодня. Потихонечку они там болеют. Ну, выздоравливают, можно сказать. Такс. Наливаем 2 литра воды. И полстакана соли, как я уже говорила. Не меньше. Раз. Это не рецепт. Это просто мы с вами общаемся. Опа. Два. Порядок. Ой, нет. Два. Два с половиной. Пардон. Пардон, пардон. Два с половиной литра воды. Галяшка у нас покрыта водой. Сейчас покажу. Ну, это уж просто поподробнее уж тогда. Вот, вот, вот. Смотрите, какая красота у меня там плавает. Так. Это мы сделали. Ставим на огонь. Я ставлю всегда на мощный огонь. Потому что время у нас половина седьмого. Должна она вариться 2 часа. Так, где у нас стакан? Вот у нас стакан. И половина стакана соли. Ой, как же хорошо. Когда все хорошо. Эть. 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 Следите за мной. Должно быть полстакана. Ну, правда, это крупная соль. Можно и чуть-чуть поменьше. Но сильно меньше не надо. Потому что недосоленная рулька, это хуже всего вообще. Ешь на бутерброде ее солишь, и соль хрустит на зубах. Оно надо? Оно надо? Так. Ну, как вам там? Видно? Ой! Так, ребята. Это не к ссоре. Не выдумывайте. Это у кого-то руки-крюки. Которые растут не из того места, из какого должны расти. Так, ну что. Полстакана есть, полстакана есть. Высыпаем. Так как соль крупная, немножко оставлю. Вот. Все. Накрываем крышкой. А, нет, не все. Не все. Лавровый лист, лавровый лист. Не-не-не-не. Оп. Все. Вот теперь все. Где у нас крышка? О, там крышка. Закрываем. Все. Ждем два с половиной часа. А сегодня на ужин у меня будут сосиски магазинные. Из мясного. Или колбаски. Не, сосиски. Не, на ужин у меня будет харчо. Я же забыла совсем. На ужин у меня будет харчо. Не у меня, у мужа. А у меня, у меня будет худей. Худей-похудей. Хватит, Люба, кушать много. Если не сказать грубее. Ну, так вот, я начала про маму рассказывать. И вот эти купюры, подсовывание в карманы, длится до сих пор. Представляете? Я не знаю. Я не знаю. Я ей говорю, мама, у меня есть деньги. У меня нормальная пенсия. Борис хорошо зарабатывает. Мне не надо. Она мне говорит, а мы что их солить будем? Ну, с чего им там солить-то? Ну, даже если, ладно, сбережения на книжке. Ну, с чего солить-то? На две пенсии. Я не знаю. Не, ну, ребят, ну, мне-то как стыдно. Представляете? Вот я не знаю просто. Ну, как, как? Вот прям стыдоба. Я говорю, вам сознаюсь, и вот даже стыдно. Ну, я ничего поделать не могу. Самое интересное, когда мне удается их обмануть, обмануть маму, и не взять эти деньги, спрятать куда-то. Ну, я же должна сказать, куда я спрятала. Я прихожу домой и говорю по телефону, мам, я там вот туда-то положила то, что ты мне дала. Ребята, ребята, обида на всю жизнь. Вот просто. Могут не разговаривать неделю. Серьезно. Вот как будто бы это вот я у них украла. Вы понимаете? Вот не разговаривать. И ругать меня начинают. Как ты так можешь поступать? Мать к тебе со всей душой. Ну, я понимаю. Ну, я понимаю. Получается, что я для мамы в 58 лет тоже маленькая девочка. Может, у кого-то точно так же? Ну, хоть скажите, успокойте. Потому что обида кровная на всю жизнь. Вот я говорю, если я чего-то вдруг не беру, если вдруг я как-то, как-то мне удалось выкрутиться. Я не знаю. Муж мне говорит, смирись, 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 смирись. Не, я смирюсь. Но червяк-то в душе гложет. Ну, неудобно. Ну, стыдно. Ну, есть же у нас. Ну, что-то я ною, ною каждое видео. Полейте меня, пожалейте меня, как водяной. Не, ну, это, по крайней мере, то, что меня беспокоит. Беспокоит. И мне вот как-то и стыдно, и неловко. Ну, многие дети тянут, тянут и своих родителей. А я никак отнекаться не могу, ну. Спасайте, поделитесь. Может, у кого тоже такое бывает, ну. Ну, беру. А что, а куда деваться-то? Там кошмар. Хорошие. Я вам вчера показывала, что я купила рульку. И помните, я рассказывала, Маришка, моя подружка с Украины, советовала мне покупать не голяшку, а рульку. По незнанию я купила в прошлый раз голяшку. Вот. И Маришка говорила, что я совершила ошибку. Она оказалась права. В голяшке меньше мяса, чем в рульке. Посмотрите, какой у меня огромный рулончик получился. Вот я руку положу. Вот такой огромный рулончик у меня получился. Рулетик, рулончик. Вот такой рулетик большой получился. Мяса, конечно, на голяшке меньше. На рульке намного больше мяса. И рулончик получается больше. Так что, девочки, когда будете выбирать, будьте, пожалуйста, внимательны. В голяшечке мяса меньше. И, кстати, внутренняя кость выглядит совсем-совсем по-другому. Но показать я вам ее не могу, потому что уже ее выбросили. Просто наступило утро следующего дня. И вот я вам решила показать свой рулетик уже из рульки, а не из голяшечки. Вот такая разница. Хочу, чтобы вы знали, мои дорогие.